Друзья, мы поговорим с вами о новом проекте в рамках школы программирования. Меня зовут Валерий Бовсуновский. Значит, сайт spb-tut.ru Я сейчас выйду. Для вас он немножко по-другому будет выглядеть. Итак, друзья, школа работает с 2013 года. Теперь я собрал весь накопленный опыт, уже перенёс немножко на другую страницу, он доступен. И начал делать переосмысленный курс по Django 2. Вот он есть. Что-то меня потянуло на простоту, отсутствие цветов. Здесь, что будет, значит, в этом курсе. Сначала давайте разберём, для кого этот курс. Этот курс для новичков, у которых нет опыта. Даже если вы не знаете Python, то в школе предоставляются материалы Python с нуля. Этот курс для тех, кто хочет овладеть Django на профессиональном уровне. И этот курс также для представителей других языков, которые быстро просмотрев, может, в ускоренном режиме быстро схватят, что да как делать. Мы будем разбирать Django по косточкам. На данный момент, конечно, прошло уже несколько лет. На данный момент есть опыт. И я пишу уже данный курс, заостряя внимание на всех практических моментах. На правильном написании кода, на красоте, простоте. Почему? Потому что всё приходит со временем. И сейчас этот опыт, конечно же, мне хочется поделиться им с вами. Мы будем работать в среде разработки по HR. Значит, вот тут есть содержание. Вы нажимаете на содержание, и можно перейти к курсу, вот как в книге содержания. Также в конце каждого курса есть ссылка на следующий курс. То есть всё удобно, всё просто. Занимаемся практикой, пишем. Значит, это же не первый мой сайт. Когда-то я делал SPB, и сейчас я его переделываю. Где-то даже плююсь. Наверное, каждый из нас, когда смотрит свой код, который он писал, допустим, год-два назад, начинает плеваться. Не переживайте, вы тоже будете плеваться. Поэтому в этом курсе мы будем уже особое внимание заострять на правильность, на написание кода, на оформление, на правильность, значит, размещение. Например, когда я дописывал вот этот модуль, да. Кстати, когда-то я, когда ещё разбирался, писал его несколько месяцев, я помню. Ну, долго, да, там, чтобы можно было и создать курсы. Чтобы можно было создать курсы и всё-всё сделать. Точно ссылку ещё надо поставить. Ну, видите, много, много вещей ещё надо сделать. И создать курсы, и сделать там эти все менюшки, чтобы было разные вещи. То есть, я имею в виду, добавлялись все вещи по-разному. Были, я им... Что-то я говорю не то. Чтобы было всё в отдельных категориях. То есть, редактирование самого курса, далее добавление уроков отдельно, управление контентом отдельно и так далее, и так далее. И сейчас, конечно, я его написал за дня три, наверное. И то, ну, надо много ещё доработать таких по мелочи. Но, тем не менее, сайт готов. До этого я написал уже по типу социальной сети. То есть, там, где мы расширяем джанго. Мы... Я писал как социальную сеть. То есть, здесь есть новости. Можно добавить. Есть участники. Только для мобил я их вот сделал так, чтобы было по несколько... Ну, погенацию сделал. Можно подписаться, подписка, отписка. В общем, лента. Ну, чтобы всё это делать, надо знать джанго. А там уже крутите, вертите как хотите. Вот поэтому, дорогие друзья, данный курс... Данные курсы мы посвятим практике джанго. Именно практике. И изучаем мы в данном этапе джанго 2. Значит, ну, в принципе, то, что я хотел сказать, я рассказал. Сейчас ещё вот выключу, подумаю. Подумал. Значит, иными словами. Я в данном курсе рассказываю сугубо практические вещи. Что надо по HR-ам? Объясняю уже, ну, уже очень конкретно. Если, допустим, мы разбираем какой-то файл, то уже называю вещи своими именами, рассказываю зачем, как, почему. В принципе, конечно же, послушав, писать будете, разберётесь в джанго сложного. Ну, джанго сложный, но если объяснять, то сложного действительно ничего нет. Возможности джанго очень-очень большие. Так вы не забывайте, что в школе уже более 10 суток видео по джанго, по пайтону. Уже начался, начал я вот здесь курс, допустим, по применению JavaScript. А вообще задать такой вопрос правильно, а вот зачем такой курс? А вот именно затем и нужен, потому что, когда вы будете писать первый, второй сайт, оно сначала не понимается. Когда проходишь с сайтом год-два, начинаешь понимать, вот это надо было по-другому сделать, вот это по-другому. Вот это по-другому я и рассказываю в этом курсе джанго-два. Что каталоги надо обязательно всю статику хранить, именно, я к примеру говорю, именно в проекте. Что темплейты, хоть кто-то мне скажет, кто-то правильно, кто-то неправильно, что базовые шаблоны делать для каждого приложения свои, потому что потом невозможно ничего поменять. Вот эти все вещи мы здесь и проходим. Но так как этот курс, я сказал, и для новичков, то, конечно же, пошли с нуля. Я разбираю джанго с самого начала, то есть с установки, с пользования пайчаром, с настройки, с виртуальных окружений. И дальше пошли, и поехали, и поехали, и поехали. По сути дела, можно сказать, курс под ключ. В сумме с другими материалами сайта, это будет мощный курс, доступ пожизненный, поэтому, думаю, еще форум прикрутить, давно ребята просят. Так, поддержка группы Google. Сайт spb-retout.ru Вам необходимо сделать следующее. Нажать «Получить логин и пароль». Почитайте. Привлекательные условия. Спасибо за доверие. С вами был Валерий Бовсыновский. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.